Здравствуйте, уважаемые подписчики! Хотел показать своих малышей, которые потихонечку растут. Растут потихоньку, кушают хорошо, пьют водичку. Но из малышней, это те, кто самые постарше, кого я могу предложить на продажу. Все остальное, что осталось, еще очень маленькое. Еще маленькие малыши, им еще расти, развиваться. Вот с такого возраста уже в целом, в принципе, я думаю, что можно и продавать. Есть надежность в том, что уже более-менее вырисовывается то, что получится с этого кролика, что вырастет. И в целом, в том плане, что это немножко кролик уже чуть-чуть постарше, и он, в принципе, уже самостоятельно кушает. Он полноценно может развиваться, и самое главное, что будет адаптироваться уже к вашим условиям, то есть к вашего содержания, к условиям вашего содержания. Поэтому это тоже немаловажно. Растут потихоньку, и мы предлагаем их к продаже. Надо стать показать. Так они скучковались, боятся, а так их лучше видно будет. Вот они какие, уже красавчики малыши, малыши. Но уже в целом вот с такого возраста можно предлагать к продаже. Чистенькие, белоснежные. Это вот огромный плюс содержания на сеточке. Смотрите, лапка, смотрите, белоснежная лапка. Просто беленькая-беленькая. Уже вырисовывается хорошее очертание кролика уже. Вот видно, что хорошее получается. Анатомия. Правильная анатомия. Кролик не будет какой-то куцей, вялый, больной. Это уже хороший, красивый кролик. Который дальше будет потихонечку расти и развиваться. А потом и принесет потомство. Уже не за горами весна. И в целом сейчас будет охота на молодняк. На молодняк. Это часто так бывает. И все пытаются набрать побольше. И дай нам хотя бы полумесячных, но дай. Когда я объясняю, что кролик в полмесяца должен и в месяц, и в полтора месяца, и до двух месяцев почти должен находиться с мамкой. И должен питаться мамкиным молоком, чтобы ему всего хватало, чтобы он вырос хорошим и нормальным. И в целом получил все свое необходимое. Сразу же говорят о том, что в чем ты разбираешься, ничего ты не понимаешь. Мы тут каждый год так делаем. Понаберем кроликов, выращиваем их, забиваем морозилки мясом. Все такое вот. Может быть и правы. Может быть и правы. Но я думаю, что процент вот этих вот неуспешных покупок весьма велик. Потому что в месяц, в месяц, кролик не так устойчив к смене кормов, к смене условий, того же температурного режима. Это большая проблема. Это большая проблема. Поэтому всегда против вот таких вот месячных продаж. Ну и к тому же, это предотвращение вот таких вот конфликтных историй. Когда ты продал, а тебе начинают предъявлять за то, что вот месячный и погиб. Хорошо. В каких условиях содержался? Чем кормили? Как поили? Как правило, на дачу кинут. В какую-нибудь теплицу. Нароют эти кролики нор. В своих продуктах жизнедеятельности там живут. Ну, дай бог, чтобы один раз в неделю хозяин приехал на дачу и как-то напоил, накормил кролика. А потом говорят, да, вот у тебя взял, были красивые такие, хорошие, а у меня что-то не пошло. Да, если уделять один час в неделю кролику, ну, вот, соответственно, такой же результат и будет. Для того, чтобы что-то получилось, нужно создать любому животному необходимые условия. Первый – это рацион питания. Это вода, вода, температурный режим. Ну и профилактика паразитов, инфекционных заболеваний, поддержания иммунитета. Животное должно быть здоровым, здоровым. Сегодня у нас такое видео на канале. Больше направлено на новичков, на тех, кто начинает, кто только заводит, кто интересуется. Да и в целом мой канал не для профессионалов, для начинающих. Для тех, кто только интересуется, кому хочется попробовать, понять это, это его, не его. Пойдет, не пойдет, понравится, не понравится, потому что поймете вы только тогда, когда уже с этим столкнетесь лицом к лицу, и только тогда вы уже поймете вот всю специфику этого и осознаете. Поэтому начинайте с малого. Начинайте с малого, как я в свое время на улице ставил деревянные клетки, изучал, смотрел, как ведет себя животное, какой уход требуется, сколько внимания, сколько заботы всего. Это все нужно обязательно понимать, знать и соблюдать. Такой же режим, такое же внимание, как и за любым животным и за любой техникой в том числе. Стараемся заниматься селекцией, выбирать самых лучших. Стараемся работать по прикормам, по самому питанию, рациону питания. Стараемся создавать условия. Это все по мере возможностей и со временем. Я думаю, что все потихонечку получится. Главное – желание и труд. Желание и труд. Подписывайтесь на канал. Поддержите канал лайком, чтобы ролик чаще попадал в рекомендованное. Потому что на ютубе много всякой всячины. Не всегда правильной и полезной для просмотра. Поэтому давайте поддерживать правильный контент. Это будет поддержка нам. И мы будем понимать, что нужно почаще снимать. Вам это интересно. Бежишь на место. Давай. Вот они. Где-то с такого возраста я стараюсь уже потихонечку пристраивать их. Некоторые месяца у нас и резервация идет, а в некоторые месяца есть что-то и застаивается. Ну, как у всех. Как у всех. Я думаю, что потихонечку с оборотами, с более качественной работой все это мы исправим. Да. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok У Намish